привет зрители очередной обзор моего очередного приобретения для канала не я понимаю что это юзует наверное какие-нибудь геймеры или просто юзу и компьютера но я сегодня решила записать одно смр и все ништяк и подумала вроде как уже почти тихо точнее было тихо когда оси собиралась сеть уже посмотрела поставила все как надо и в какой-то момент торт но меня подключить свои старые св наушники них как бы есть микрофон но я их в основе использовала вот чисто там для монтажа посмотреть какой-нибудь аниме чтоб часа в два ночи чтоб никого не смущать своим присутствием громким или не очень громким ну или в деревне что-то монтировала что если мне какие звуки раздражали или же опять же смотрела какой-нибудь мультик чтобы меня не раздражало я никому не мешал именик не мешал но что-то мне не понравилось то что может быть они уже стареньким 10 лет хотя и не очень часто пользовала не хорошие ну то вот модель она довольно хорошая для своего сегмента и то ли просто провода уже не такие свежие то ли еще что-то но немножко как-то вот шум был фонила если микрофон вручную уменьшать звук записи да вот шепотом хорошо так отображался это стерео там все хорошо вроде как но вот именно этот какой-то шум какие-то некоторые такие одну не совсем комфортно лично для меня звуки меня напрягали я решила загуглить в яндекс сначала с телефона потом уже с компа включила посмотрела и сначала искала что-то такое вот наобум совершенно потом уже кучу информации прочитала и в какой-то момент остановилась на течь у меня это течь клава которая все еще нормально я думаю так нормально и будет и комментатор у меня там был под роликом клавы от этой фирмы течь тех афотечь что у человека вот такая же клава еще мышка три года уже живут и я решил в принципе он шума изолирующий микрофон тут приблуда такая как бы съемные не знаю как это я бы хочется сказать съемные варежки на ушки вот есть мохнатенькие есть не очень мохнатенькие тут написано у нас или для зимы или для лета но и показано как это снимать я кучу комментариев там прочитала отзывов так далее и поняла что вот оно соответствует тому что я хочу и при этом не навороченное и внезапно дешевле чем я думала что так подумала там где-то можно было в сети найти чуть ли не за 540 подобные наушники вот именно одеваются чтобы были не вкладыши там не не какие-то еще а именно такие массивные и думала что тысячи две не меньше должны они стоить но казалось что есть чисто геймерские со всякими наворотами с ведь на иллюминации скажем так и может могут использовать геймеры но в принципе могут обычные люди использовать и без всякой алиминации тут у нас все на инглише кому интересная ссылку на dns дам я на dns покупала тут еще наклеечка осталось все на сайте не стоили 1299 короче 1300 без рубля на коробочке были на сотню дешевле дороже но вот на кассе мне сказали что они идут что по 1299 также как на сайте проводные наушники а4 течь с которая как доллар тире 60 черный то нас контролируемый звук меньше больше микрофон можно регулировать эту сидушку на голове и три с половиной миллиметра джеки именно такие я себе хотела чтобы но в камеру можно было вставить у нас тут проводные наушники сделан конечно в китае 30 апреля двадцатого года они вот в магазине появились и внезапно фирма орган основана 1987 году я сегодня только обнаружил это я тут хотела ножницами это все вскрыть но оказывается тут вполне себе само открывается на это счастье год гарантии выпрыгнули насадочки вообще не первый раз встречаю такое насадочки такие вот они съемные как бы можно одеть видно что одеть можно но видимо на уши как-то садится прикольно хотя повторюсь она мне ну вообще как бы не к силу не городу но раз уж есть что сделаешь пусть будет да еще есть какая-то приблуда которая помогает крепить эти наушники на монитор как же тут у нас вот напоминает такую же цеплялку как у меня на веб-камере хотя у меня вот этой фирмы была допотопная веб-камера она еще жива самый самый первый стрим был на нее но тут еще липучка в принципе она мне как бы не не к надобности ну пусть вот лежать мало ли что пригодится у меня есть волосатый микрофон на который я сегодня и хотел асмр писать и теперь у меня вот волосатые наушники у нас стерео я уж хотел сначала с горбушкиным посоветоваться ли с кем-нибудь и зрителей но у меня очень дохлая флудилка люди которые вопили не удаляй флудилку оттуда вас сама выпилились я туда тоже не пишу и я решила обойтись как-нибудь своими силами тишь не надо это грызть нюхать или еще что-то делать с этим а тут любопытный кот шарахается но и товарищи по несчастью меня тоже что-то в сети не было в итоге первые об этом узнали о моей покупке товарищей подписчики instagram но если человек допустим зашел в контакте кто официально первым узнал он потому что мне удобно иногда вот ссылку скинуть какую-то что на аниме что тут же как бы посмотрела на сайте потому что было в наличии в одном магазине у нас в угличе только один магазин dns-овский на бахарева короче как бы можно было заказать и доставка на следующий что ли день а можно было прямо магазине купить и я сделала себе ссылку на телефон скинула в диалоге пометила человеку что вот ну чтобы мне удобнее было телефон зайти если что потому что некоторые еще модели но это уже того подраздела игрового влади как вот у меня клавиатура а тоже вот это течь только была ли кровь 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 кровавая что-то такое и я так поняла что это чисто игровая фишка игровая линия какая-то для игроманов для геймеров там было несколько вариантов чуть подороже 1600 чем-то 22 300 как-то так но в общем там акцент был исключительно вот игрового характера и где-то характеристики похожие были тоже шумоизоляция а где-то вот ну как бы не то что мне нужно я рассчитывала просто обычные наушники но чтобы у них был как бы стерео микрофон и при этом 2 штекера вот тут у нас вот они такие кстати прикольно они такие мохнатенькие немножко другой звук сразу ощущается хотя без микрофона никуда не вставленная как-то у тебя воспринимаешь как у меня есть наушнички чисто такие декоративные чтобы ушки играть от арифлейм что ли которые мне настя зарезка в какой-то поменяшки сто лет назад присылала тут у нас маленькая бумажечка малюсенькая такая я сначала искала что-то такое я как бы ну а шумоизоляция была чисто на наушниках а я думала воспринимала что как это относится к микрофону и меня днсовский сайт выдавал что типа ой извините что ничего такого не нашли вот я поняла утечки афа утечки малюсенькие такие бумажечки вот на клаве такая же была инструкция по эксплуатации назначение устройства предназначено для обмена звуковыми сообщениями прослушивание музыки и альтернативных звуков с компьютера ну вот именно такого на видеокамеру не было в поиск мне ничего не выдавалось и не удивлюсь если это только у меня такая идея писать смр когда шумно ну а вдруг в общем сейчас у меня довольно всегда практически шумно может потому что лето хотя погода до нас такая хреновая погода последнее время но людей детей это как-то не смущает некоторые там под дождем шарахаются очень громко шумят короче когда вроде как приперло вдохновение и свободное время но довольно шумно и проблемно записать чисто даже вот на тот микрофон или на пятиканальный на камере я решил что-то ну как бы такие же штекеры как и на камере дырочки скажем так ну и тут у раскроем это посмотрим потому что как бы на сайте одно написано тут она так скручена кажется другое может быть на самом деле третье характеристики подробные характеристики устройства указаны на упаковке подключение установка извлеките устройство из упаковки извлекли убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса которые могли возникнуть при транспортировке подключите три с половиной миллиметра штекера аудио и микрофон aux соответствующие разъема компьютера но мы мы будем подключать потом камере устройств если устройство имеет разъем USB, подключите его к свободному порту USB-компа, USB-порту компа. Так, если устройство не работает, убедитесь, что устройство подключено правильно, убедитесь, что соответствующий порт компьютера работает, попробуйте использовать другой порт. Мне кажется, вот это вот они кусочек вот этот, они копипастят, отклавают, допустим, к его наушникам, ну, ко всем вот этим девайсам, которые более-менее одинаковые в каком-то плане, в плане USB. Устройство не требует специальных условий хранения, перевозки реализации и утилизации. Дата производства указана на упаковке, сделана в Китае. А, фортичку, ЛТД, Тайвань. Вот такая малюсенькая бумажечка у нас. Экономят товарищи на бумаге, в принципе, молодцы. Вот такие у нас тут хреновинки. И сейчас мы аккуратно распутаем этот, не поверите. Обычно как-то оно, нет, оно тоже там запутано, но вот здесь у нас изначально оно запутано проводом. Офигеть. Зачем эта штука. Я несколько еще вариантов, даже более дешевых, раз в два дешевле, тоже с микрофонами, с шумоизоляцией, с шумоподавлением, обнаружила еще на разных других сайтах, в том числе на Никсе, но у нас как бы, вот мне в Никсе не везет последние года три или четыре. С момента, как я там систему не купила осенью 16-го года, так они как-то изменились в худшую сторону. Поэтому, как бы, может, Никс в других местах и нормальный, но в нашем Никсе как-то не очень. Тут у нас есть что-то типа крепления, видимо. Я на отзывах и видеоотзывах в других разных наушниках видела, там говорили про клипсы, уж не знаю, клипсы это или нет. Но тут еще вот, что я забыла, тут, кстати, вкл-выкл, в общем, включается и выключается микрофон. Это в том случае, допустим, если просто музыку послушать. Ну, мне особо это... Сейчас как бы ничего особо такого не надо, чтобы музыку послушать, да. Я... Сейчас только идея пришла. Я подумала, что если, допустим, будет шумно как-нибудь, то, в принципе, можно отключить микрофон и подключить тот микрофон, или же просто отключить микрофон полностью и записывать на... Ну, не включать его даже, писать на пятиканальные от камеры. Слушать, как оно. Потому что, слушайте, оно так интересно выглядит, когда в наушниках шепчешь в микрофон. Ну, спрашивается ещё... Я сначала подумала, что просто наушники заказать, ну, или как бы купить, а потом подумала, что, ну, мало ли чего. Мало ли вдруг что-то надо, и просто посмотрела ещё, как выглядят все эти наушники, легче было заказать или купить вот что-то полноценное два в одном. И сначала мне попадались исключительно геймерские. В общем, я так заговорила, там вот на Яндексе, там обычно Яндекс.Маркет подкистывается. И там были за 690 какие-то. Ещё там решила, что если в ДНСе вдруг внезапно кто-то успеет их купить до моего прибытия в магазин, офлайновый, в офлайне, да, то я закажу уже там на каком-нибудь сайте то, что будет. Ну, вот, мне повезло. Ну, вроде как шевелится немножко. Тут он проводочек. Я потом соображу, как это поднимается или опускается уже. Да, микрофон двигается. На моих-то там написано было рай, это лев, а вот тут тоже рай, короче, лево и право. В Бладе у них просто вывихнутый такой вот, ну, как бы пальчик такой вот был. И этот с размером с пальчиком, он не двигается, ничего. И вот для игры, возможно, это нормально, круто, но что-то записать такое не очень подойдёт. Так-с. Тут у нас сделана в Китае модель HS, как доллар, 60. Это наушники. И розовенький микрофон. Мне кажется, это стабильный, это как вот раньше PS2, мышка и клава. Мышка у меня всё ещё PS2, клава у меня уже USB. У нас это крепится тут. Провод я по чеку читала, там, 2 метра. Судя по всему, эти 2 метра и есть, потому что он, ну, как-то длинненький. Ну, в принципе, его можно было скрепить, где-то у меня так чёрненькая скреплялочка была, чтобы не мешался. Или же даже подальше сесть. Слушайте, это круто. Я сейчас поняла, можно подальше сесть, допустим, как бы приближение на камере сделать или наоборот оставить как есть. И сидеть как удобно, если даже это ASMR там пошуршать, пошептать, или мыло подстричь. Я решила то, что у меня там обмылки, потому что их как бы много. Я думаю, разницы особо нет у обмылки или полноценный кусок мыла срезать ножичком канцелярским. То можно сидеть как бы даже за 2 метра от камеры и расположиться так, как удобно. Так. Я, наверное, сейчас пока отключусь, потому что я ни разу не снимала на камеру так, чтобы можно было воткнуть. И как оно перестроится или не перестроится, лучше я потом как-нибудь протестирую и воткнуться при записи. К ходу дела я не включила до этого микрофон. Я совсем забыла, что тут микрофон включается. Тут он громко, тихо. В общем, я там что говорила, я воткнулась, у меня сразу переквалифицировалось переквалифицировалась на стерео с моего 5-канального микрофона. Хотела изначально 5-канальный микрофон и наушники, но я не знаю, делают такое или нет, если вдруг кто-то более осведомлённый, чем я, потому что про эту фишку я вообще только сегодня подумала. Совершенно вот так спонтанно сначала свои наушники старые скрестила с камеры, потом уже это. Но вот в них я сейчас вот пишу, я не чувствую таких вот звуков были, как вот у меня на старых наушниках. Я думаю, что с Вен, наверное, всё-таки действительно не рассчитано на эти было. Ну, вот. Я, конечно, феерический лох, что забыла вовремя включить микрофончик, тут нажать. Сейчас протещу. Да, когда выключаешь микрофон и говоришь раз, два, три, четыре, пять, но на камере никак не отображаются. В общем, вот такой у меня обзор вот таких вот замечательных наушников, я считаю, наушники с микрофоном, микрофон с шумоизоляцией. И покупала я их исключительно, чтобы писать АСМР. Ну, возможно, ещё до каких-то вещей буду, но мне хотелось вот именно, чтобы мне никто не мешал. Сейчас при монтаже ещё посмотрю, как оно всё будет. Чтобы мне никто не мешал, чтобы я никому не мешала. Ну, как бы я здесь никому не мешаю в своей квартире, но именно посторонние шумы, и чтобы я как бы чувствовала этот звук и видела, как он выглядит. Ну и... Чё б такое-то? Чем бы пошуршать-то? Я, конечно, заметила, что у меня мало просмотров, мало какого-то активности на канале. Я последний месяц практически ничего не писала, не могла себя заставить как-то даже смонтировать старые какие-то ролики. Но я пришла к выводу, после того, как все мои дорогие подписчики забили на 22 июня этого года, было бы 5 лет каналу как именно, как блоговому каналу, а не как аккаунту. Я специально ничего не писала, я была в деревне. Но и никто как бы меня не поздравлял с этой датой, 5 типа лет каналу, виде блога. Хоть я и писала ролик, в котором говорила, то, что как бы не буду это отмечать и писать каждый год ролики типа о моему каналу 22 июня, что как-то уже лет. Но с одной стороны было немножко обидно, а с другой стороны я поняла, что у меня это уже вышло как вот чисто такое хобби, как я, допустим, раньше вела дневники там на Тифаретнике, ЖЖ или ещё где-то. Или такая же фишка, как в социальной сети напишешь что-то, по большей части я сижу ВКонтакте, иногда я захожу там в Фейсбук, крайне редко в Одноклассники. И что-то пишешь, потому что хочется, потому что нравится, потому что весело, а не потому что вот кто-то там чего-то ждёт. Я знаю, что многие там ждут СМР или ещё что-то, но уже как бы нет какой-то активности на канале и какой-то ответки, обратной связи. Поэтому я так и веду свой канал. Вот сейчас заделась случайно рукой штатив. Короче, всем, кто меня всё ещё смотрит, несмотря ни на что. Спасибо, если ещё досмотрели этот ролик до конца. Тем более, спасибо и всем пока!